10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И вот о чем расскажем сегодня. Теракт в Стамбульском ночном клубе. Террористу вынесли приговор. Десятки погибших, сотни пострадавших. В Судане из-за сильного наводнения объявлен режим чрезвычайного положения. Вас ждет очень большой сюрприз. Президент США Дональд Трамп проанонсировал выпуск американской вакцины от коронавируса. Об этом и не только в ближайшем информационном часе. Это не последняя пандемия. Глава Всемирной Организации Здравоохранения заявил, мир должен лучше подготовиться к следующей, потому как вспышки болезней являются частью жизни человека. И все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса. Гибрейсус отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая, к слову, является основой в борьбе с ковид. ВОЗ подтвердили, что те страны, которые ранее сталкивались со вспышками кори, полимелита, лихорадки эбола и других инфекций, оказались лучше подготовлены к волне нового коронавируса. Я призываю государства больше инвестировать в общественное здравоохранение. Это будет не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии – это факт жизни. И о ситуации с коронавирусом в мире. Общее число инфицированных в Испании преодолело отметку в полмиллиона. Так, за последние сутки в стране выявили свыше двух тысяч зараженных, сообщают в Минздраве. При этом с начала вспышки инфекции скончались почти 30 тысяч человек. Власти заявляют, что число новых случаев ковид связано с открытием школ. Школы сейчас открываются. Некоторые уже открылись, а другие откроются на следующей неделе. И нам нужно наблюдать за тем, как это влияет на эпидемиологическую ситуацию. Мы должны быть на чеку. Региональные правительства осведомлены о том, что может произойти вспышка вируса. Однако мы надеемся, что этого не произойдет. В Хорватии также начался новый учебный год. Школы и вузы по всей стране открыли свои двери для полумиллиона учеников и студентов, несмотря на новые вспышки коронавируса. Однако этот учебный год будет не таким, как раньше. Занятия будут проходить как онлайн, так и в оффлайн формате. При этом 80% школ выбрали традиционный подход в обучении. Учащиеся должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. К счастью, мы вернулись в школы сегодня. Мы надеемся, что сможем преподавать в школах как можно дольше. Никто не знает, как будет дальше, но я думаю, что мы готовы к любому сценарию. Тем временем метрополитен Нью-Дели возобновил работу спустя пять месяцев простоя. В поезда впускают только после проверки температуры, при наличии маски и при соблюдении социального дистанцирования. Индия, занимающая второе место в мире по численности населения, в течение почти месяца регистрирует рекордный ежедневный прирост числа случаев COVID-19. Ранее эта страна поднялась на второе место в списке стран с самым большим количеством зараженных коронавирусом. Инфицированных там стало 4,2 миллиона человек. Несмотря на это, правительство Индии продолжает ослаблять ограничения в целях оживления экономики. Дональд Трамп пообещал удивить всех в конце октября, намекнув, что вакцина от коронавируса может появиться раньше назначенного срока. Такое заявление президент США сделал накануне, общаясь с журналистами. При этом он отметил, что в обычных условиях на ее разработку могло потребоваться 2, а то и 3 года. Впрочем, несмотря на рекордные сроки, вакцина, по мнению Трампа, будет эффективной и безопасной. Ранее глава Белого дома сообщал, что образцы препарата от COVID-19 находятся на последних стадиях испытаний. В общей сложности американское правительство выделило в несколько научных проектов около 12 миллиардов долларов. Вакцина будет готова в рекордные сроки, может быть, даже в октябре. Многие могут лгать, говорить, что она опасна. Но вакцина будет безопасной и очень эффективной, и будет представлена очень скоро. Для вас это может стать большим сюрпризом. В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам. В 2017 году Абдул-Гадир Машарипов устроил теракт в ночном клубе в Стамбуле. В результате нападения погибли 39 человек, еще 70 пострадали. Машарипов расстрелял посетителей заведения из автомата. Ответственность на себя взяла одна из террористических группировок. К слову, нападавший был уроженцем Узбекистана. Полиция задержала его вскоре после преступления. Тем временем в американском городе Рочестер, штата Нью-Йорк, прошла мирная акция протеста против полицейского произвола. Группа полураздетых людей с мешками на головах собралась в центре города. Они требуют справедливого рассмотрения дела убитого афроамериканца Даниэла Пруда. Напомню, ранее сообщалось, что 41-летний пруд умер от удушья, после того, как силовики надели на него мешок. Один из полицейских прижал голову задержанного к асфальту, пока тот не перестал двигаться. Увидев кадры задержания, люди вновь вышли на улицы. А в Судане из-за сильного наводнения объявлен режим чрезвычайного положения. Под водой уже оказалось больше 100 тысяч домов. Десятки человек стали жертвами стихии. Наводнение, вызванное сезонными проливными дождями, привело к тому, что в конце августа река Нил поднялась примерно на 17,5 метров. Это самый высокий уровень, которого она достигла за последние столетия. Стране также угрожает и гуманитарный кризис, связанный с загрязнением свыше тысячи источников чистой воды, сообщили ВООН. При этом улучшения ситуации пока не предвидится. По прогнозам метеорологов, непрекращающиеся ливни в этой Восточно-Африканской республике продлятся как минимум до конца сентября. Но мы перенесемся в Казахстан. В тайнике жителя Усть-Каменогорска полицейские обнаружили огнестрельную ручку. Помимо шпионского оружия, в арсенале мужчины хранились еще и травматические пистолеты и ножи. А спасателям Актюбинской области удалось предотвратить трагедию, вовремя вытащив из огня газовый баллон. Все подробности в хронике происшествия. 44 рога сайги и десятки килограммов рыбы обнаружили полицейские в одном из домов Актюбинской области. Кроме того, в ходе обыска было обнаружено ружье и патроны. Владелец задержанный по подозрению в незаконной охоте водворен в ИВС. По факту начато досудебное расследование. К слову, с начала года в регионе выявлено 12 аналогичных преступлений. 44 штук, это ясное дело, что он не нашел. Рыбы тоже, которые около 10 килограмм у него обнаружены. Это что за рыба, они разных видов рыбы. Подключим специалистов, и мы будем выяснять. Вы сами знаете, на территории Ильгийского района есть заповедные места, есть места, где запрещено ловля. И эти все вопросы в ходе расследования будут выяснены. Шпионское оружие обнаружили полицейские у жителя Усть-Каменогорска. Огнестрельная ручка была переделана из приспособления для отстрела сигнальных ракет. Незаконный предмет владелец хранил в щели между стенами кладовой комнаты. Вместе с необычным оружием полицейские изъяли также травматический пистолет и два ножа. Возбуждено уголовное дело. Зеленый оазис посреди желтой степи в 60 километрах от села Турибай вызвал подозрения козелардинских полицейских. Как оказалось, зеленела наркосодержащая трава. Оперативники ее пересчитали. Оказалось, ровно 404 куста и уничтожили. Общий вес составил 712 килограммов. В качестве подозреваемых в незаконном земледелии задержаны двое местных жителей. В качестве вещественного доказательства у них было изъято высушенная марихуана общим весом 16 килограммов. В Алма-Аты автоледи не справилась с управлением и врезалась в соседнее авто, после чего ее машину отбросило варык. Женщина с тремя детьми госпитализирована. Двое водителей отправлены в больницу и в результате столкновения на этом перекрестке. По предварительной версии водитель джипа на повороте не пропустил седан. А в Актюбинской области автомобиль загорелся прямо в гараже. Это произошло в поселке Акжар-2. Причины возгорания авто пока не установлены. Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. Еще большего ущерба удалось избежать благодаря тому, что спасатели вовремя заметили газовый баллон и успели вынести его из горящего помещения. Если бы мы не увидели или бы плохо провели разведку, то, возможно, произошел бы взрыв именно этого газового баллона от нагревания, от температуры. Эти посредства были бы печальными, так как рядом находился жилой дом и соседний на одной территории. Полицейские Балхаша предотвратили падение женщины с крыши пятиэтажного дома. Ее на самом краю кровли заметили жители соседнего дома. Инспекторы, приехавшие на вызов, в последний момент успели удержать ее на поверхности. Как оказалось, дама была в нетрезвом состоянии. Как не задохнуться от чрезмерного контроля? Более 30 тысяч требований госорганов к предпринимателям насчитал бизнес-омбудсмен. Чтобы собрать все нормы и правила в один список, понадобилось полтора года. Пока их количество удалось сократить до 13 тысяч. Что должно включать в себя регулирование с чистого листа? Моя коллега Камила Тастанбекова поинтересовалась у уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова. Добавлю, Рустам, что в счет еще не брали строительные нормы и техрегламент. Причина колоссального числа требований в недоверии государства и бизнеса друг к другу. Пора отходить от репрессивных методов регулирования, говорят эксперты. Давно пора. Улучшить бизнес-климат в Казахстане поможет метод регуляторной гильотины. Так считает бизнес-обудсмен Рустам Журсунов. Этот способ предполагает такой ход работы. Прежде чем ввести какое-то новое правило, госорган должен доказать, что оно действительно необходимо. Если за определенный период времени желаемый результат не достигнут, то от этого правила придется отказаться. В новой нормативно-правовой базе деятельности МСБ, создать которую в течение следующего года поручил президент страны, нужно пересмотреть даже перечень документов, необходимых для открытия своего дела. А также учитывать тот факт, что государство должно контролировать только то, что может повлиять на здоровье и жизнь человека. В остальном руководствоваться принципом свободной предпринимательской деятельности, считает бизнес-обудсмен. Нормативные акты, постановления, приказы издаются каждый день. Люди просто об этом зачастую не знают. И поэтому должна быть во главу угла поставлена профилактика, диагностика. Когда проверяющий приходит, не штрафует, не закрывает тебя, а просто говорит, поправь вот это, вот это, вот это, сделай вот это. Если бизнес и дает разумный самый главный срок, если бизнес не делает этого, тогда приходи и штрафуй. У нас сейчас по нашей нормативной базе всего два профиля риска, белая и черная, но такого уже не бывает. Необходимо действительно перенастроить карательную систему на то, чтобы консультировать предпринимателя в первую очередь. Для МСБ снизят процентные ставки по кредитам. В качестве дополнительной поддержки государство просубсидирует все действующие займы предпринимателей до 6% годовых. Эта мера будет действовать 12 месяцев с момента объявления режима ЧП. Субсидирование процентных ставок пройдет по условиям программы «Дорожная карта бизнеса-2025». В среднем ставка по таким кредитам составляет 15%. Из них заемщик будет платить около 6%, а 9% покроет государство. Отмечу, на сегодняшний день около 30 тысяч предпринимателей имеют кредиты в банках второго уровня. Из них около 40% подпадают под новые льготные условия. В основном это сфера торговли, услуг, общественного питания, а также индустрии развлечений и туризма. А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Карта цен». Некоторые казахстанцы продолжают заготавливать салаты на зиму. Во многих из них главный ингредиент – это болгарский перец. Мы решили узнать, сколько в разных регионах страны стоит килограмм. Дешевле всего килограмм перца стоит в Костанае – 185 тенге. Немного дороже в Казаларде. Такая же цена в Усть-Каменогорске. Жители Петропавловска покупают кило болгарского перца по 215 тенге. В столице его продают по 250. В торговых лавках Талдыкургана кило стоит 280. Самый дорогой ценник в Уральске – 290 тенге. Нефтяные страны призвали готовиться к худшему, по мнению аналитиков Bloomberg, дальнейшего восстановления спроса, а вместе с ним и цен не произойдет. Причин для этого несколько. Главное связано с тем, что многие участники соглашения ОПЕК-Плюс перестали в полной мере выполнять его условия и сокращать добычу в нужных объемах. Из-за этого предложение значительно превышает текущий уровень спроса. Во-вторых, на рынке по-прежнему достаточное количество запасов нефти, которое в текущих условиях от последствий пандемии коронавируса остается невостребованной. Отдельно аналитики выделяют ситуацию в Индии, где спрос на нефть и нефтепродукты продолжает оставаться низким. В прошлом месяце был зафиксирован спад на 20%. Благоприятная обстановка на рынке Китая. Там потребление выросло на 19,5%. А пассажиропоток крупнейших национальных авиакомпаний увеличился на 25% по сравнению с июня. Apple за сутки стала дешевле на 180 миллиардов долларов. Не так давно капитал компании составлял 2 триллиона долларов. Но после падения курса акций технологического гиганта на 8%, его стоимость снизилась. В истории американского фондового рынка с таким падением еще не сталкивался ни один эмитент. Отмечу, что весь индекс Nasdaq сократился на 5,2%, что вызвало крупнейшее падение курса акций, входящих в него компаний с марта текущего года. По словам экспертов, дело в том, что рынок акций компаний технологического сектора был давно перегрет, и такая коррекция была лишь вопросом времени. В число лидеров падения вошли Microsoft, Amazon, Tesla и Zoom. Завершение официальный курс на сегодня. По данным Нацбанка, доллар стоит 422 тенге 99 тинов, евро 500 тенге 19 тинов, а рубль 5 тенге 57 тинов. На этом у меня все. Растан, вам слово. Спасибо. Это были деловые новости от Камилы Тастанбековой. В условиях пандемии Казахстан и Армения продолжают торговать между собой. Экономисты в Ереване наблюдают даже рост показателей с начала этого года. Значительно смягчает негативные последствия для экономик членство в ЕАЭС. Лаура Ажасубекова продолжит. Это небольшое производство открылось в канун начала пандемии коронавируса. И не успев толком набрать обороты, была вынуждена закрыться. Однако в начале лета на предприятии снова зашумела техника, закипела работа. Хозяйка бизнеса сделала ставку на онлайн-продажи. И дело потихоньку пошло. Сколько у нас готовых халатов? Взрослых халатов девушки сегодня сколько шили? Третьих. Пока текстиль из Дилижана известен только внутри страны. Но в планах руководства фирмы угодить покупателям со всего пространства ЕАЭС. К слову, значительно удешевляет себестоимость готовой продукции тот факт, что сырье компания завозит из России. Плюс, который обеспечен участием Армении в Евразийском экономическом союзе. В будущем, когда мы будем экспортировать готовую продукцию в Россию и в Казахстан, и также в другие страны ЕАЭС, мы будем получать более выгодную прибыль, которую будем распределять среди наших сотрудников и для наращивания нашего производства. К слову, в планах у Анаид Хачатурян развернуть в Дилижане крупную текстильную фабрику. Оптимистичный настрой помогает хозяйке малого бизнеса использовать даже затишье покупательской активности, вызванной пандемией. Поэтому сейчас здесь заняты разработкой стратегии развития фирмы, совершенствованием выпускаемых моделей одежды. Мы хотим выйти на новые рынки с качественной продукцией, чтобы даже самые приветливые покупатели были довольны нашей продукцией. О том, что компания идет верным путем, подтверждают авторитетные экономисты. Рост экспорта внутри ЕАЭС – то, на что они делают ставку. К слову, легкая промышленность – та отрасль, которая возродилась в стране после вступления в ЕАЭС. Армения получила благодаря Евразийскому экономическому союзу и Евразийской интеграции в целом возможность достойно участвовать в промышленной революции четвертого поколения, модернизировать свою экономику, войти в кооперацию с промышленными структурами Евразийского союза, создавать совместные предприятия, улучшить свое экономическое положение. И, что очень важно, серьезно работать в направлении превращения Армении в страну-экспортера. И подвижки в этом вопросе уже есть. В последние три года, констатируют эксперты, ведется последовательная работа по диверсификации экспорта, увеличивается доля готовой продукции и даже в условиях пандемии, к примеру, есть рост объемов сельскохозяйственного экспорта в Россию, которая традиционно является крупнейшим торговым партнером Армении. Однако за два последних года вдвое вырос экспорт в Беларусь. Идут торговые потоки и в Казахстан, несмотря на трудности логистики. У нас значительно вырос экспорт продукции, причем, я подчеркну, экспорт готовой продукции, которая содержит в себе очень высокий процент добавленной стоимости. И большой рост у нас имеется и по Казахстану, даже вот в этом году товарооборот с Казахстаном у нас чуть-чуть повысился. У нас большие перспективы в электротехнике, энергетике, металлургической промышленности. Я думаю, что эти перспективы мы будем использовать. Еще один плюс евразийской интеграции для Армении – общий рынок труда. По данным экономистов, порядка 200 тысяч граждан этой страны работают в России и Казахстане. А это сотни миллионов долларов, поступающих сюда трансфертов. Правда, в условиях пандемии денег в Армению отправляют меньше, так как темпы рабочей миграции значительно снизились. Лаура Жасубекова, Тигран Галстян, Давид Атаян, Хабар-24, Армения. Мы прервемся на рекламу и вот о чем расскажем после нее. Всевидящее око. С 10 сентября в Атераузе работает система Сергек. А спорить решение о штрафе водителю все же можно, если это касается нарушений, связанных с разметкой, если ее нельзя определить визуально. Кузница чемпионов Александр Винокуров, Алексей Луценко. Кого следующего готовит Североказахстанская школа велоспорта? Одевал на них противогаз, они крутили на велосонках, создавал им шланги такие дыхательные. Об этом не только через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы вновь в эфире водителя Матерау. Теперь нужно сбавить газу. С 10 сентября в городе заработает система видеофиксации Сергек. За нарушениями ПДД и общественного порядка будут следить 3000 камер, способных, как заявляют полицейские, фиксировать происходящее на улицах круглосуточно в любых погодных условиях. Алия Жамитова, обо всем по порядку. Уже 10 сентября автолюбители от трав в случае нарушения ПДД начнут получать уведомления о штрафах. Система Сергек заработает в городе в полную силу. Камеры в автоматическом режиме будут фиксировать весь процесс участников автодвижения. Подтверждать или опровергать факты нарушений будут сотрудники административной полиции. На данный момент камеры комплекса Сергек, установлены в 153 линейных участках дорог, также в 50 на перекрестках. Нужно отметить, что летний период эти камеры действовали. В сентябре месяце они вышли на полную мощность, сейчас работают уже полным ходом. Однако выписывать штраф населению они будут только с 10 сентября. То есть это можно считать уведомлением для горожан, для водителей города Атрав. Всего в Атрав и его пригороде установлено почти 3000 камер. Если половина из них будет фиксировать факты нарушения ПДД, оставшиеся будут следить за правопорядком в общественных местах. С новой системой станет сложнее подрабатывать в службах такси. Думаю, штрафы ударят по семейному бюджету. В местах, где многоэтажные дома, если там тоже установят, тогда я буду думать, что все лучше. Потому что сейчас много всех кражей, детей воруют. Конечно, от этой системы будет большая польза сократиться число дорожно-транспортных происшествий и нарушений на улице и в общественных местах. Кроме того, проект предусматривает 100 планшетов для полицейских с функционалом в поисках транспорта по ориентировкам. Сообщать о нарушениях водителям будут по нескольким каналам коммуникаций. Уведомления о штрафах водители будут получать через КАЗ-почту, а также СМС-сообщениями. В случае несогласия со штрафом материалы дела будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Оспорить решение о штрафе водителю все же можно, если это касается нарушений, связанных с разметкой, если ее нельзя определить визуально. В любых других ситуациях за нарушения придется ответить по всей строгости закона. Алья Жамитова, Монтай Матенов, Хабар 24, Атырау. В Хазларде впервые за полвека начали строить тротуары. Впрочем, в областном центре есть еще немало улиц, где нет пешеходных дорожек. Для местных жителей это один из главных проблемных вопросов. Когда же он наконец решится, выяснял Альбек Байшуленов. 55-летний Нурлан Берденов, житель улицы Жанкожа-Абатыра, которая расположена в залинейной части Казларды. На его памяти это первое строительство тротуаров, делится мужчина. В ненастную погоду мы все испытываем большой дискомфорт. Чтобы не идти по грязи, мы все ходим по краю проезжей части дороги. Но я больше переживаю за своих внуков. Они носят в школу сменную обувь. А еще бы установили бы здесь пешеходный переход и начертили бы зебру, то было бы вообще отлично. Как говорят местные жители, на этой улице случается немало дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Из-за отсутствия тротуаров люди вынуждены идти рядом с проезжей частью дороги. А это чревато последствиями. На нашей улице особенно небезопасно детям. Здесь рядом расположены сразу четыре детских учреждения. Интернаты, образовательные и спортивные школы. Если построят тротуары, будем спокойны за детей. Всего в этом году на 68 улицах города будет построено тротуаров общей протяженностью в 102 километра. В соответствии с потребностями населения, в первую очередь, ими будут охвачены кварталы социально значимыми объектами, как школы, детские сады, спортивные комплексы и крупные торговые точки. В ходе работ установлен ряд объектов предпринимательства, которые оградили территорию. Но чтобы не наносить ущерб их имуществу, нам дали возможность сократить или увеличить некоторые участки тротуаров. У нас есть специальный проверяющий орган, есть учреждения, контролирующие техническое качество. И эти решения приняты совместной комиссией. А в принципе, где позволяет строительная территория, мы максимально увеличиваем ширину тротуара. Между тем, в Казаларде за качеством строительных работ следят и члены специальной мониторинговой группы. В этом году было несколько нарушений, которые были выявлены во время ремонтных работ, что и было передано заказчикам, то есть отделу ЖКХ города Казаларды. Тем самым, они уже связавшись с исполнителями, производят соответствующие работы по устранению данных недоработок. Работа по строительству пешеходных дорожек продолжится и в следующем году, говорят специалисты. Кроме того, за счет объемов решается и вопрос занятости. Так, в этом году в рамках госпрограмм к строительству тротуаров привлечено около 300 безработных местных жителей. Алибек Большуленов, Альхайдар Турлыханов, Казаларда, Хабар, 24. Где рождаются известные казахстанские велогонщики, как показывает практика, в Североказахстанской области. Оттуда родом и олимпийский чемпион Александр Винокуров и победитель шестого этапа Тур-де-Франс Алексей Луценко. С каких дорог именитые спортсмены начинали свой путь к успеху, расскажет Нургуль Ахметова. Все, ребятки, давайте. Тимур, смотри, чтобы было все аккуратно. Ты у меня самый старший. Этот небольшой участок трассы в сторону аэропорта хорошо знаком и Александру Винокурову, и Алексею Луценко. Когда-то именитые велогонщики, так же, как и эти юные спортсмены, наматывали здесь круги. Именно отсюда начался их путь к успеху. Олимпийский чемпион Александр Винокуров родился в поселке Бесколь. Это в нескольких километрах от Петропавловска велоспорта. Он начал заниматься в 11 лет, и главной его победой стало золото на Олимпиаде в Лондоне. По его стопам пошел и Алексей Луценко. Такой же обычный сельский парень смог добиться успеха на мировой арене. Недавно он выиграл шестой этап престижной гонки Тур-де-Франс. Это история. И Леша выступил. Это тоже история. Поэтому мы должны нести свой флаг. Флаг велосипедного спорта. Флаг велосипедного спорта тренеры с полувековым опытом передают из поколения в поколение. Несмотря на довольно скромную материально-техническую базу, им удается взращивать настоящих чемпионов. Виктор Потапов – первый наставник Алексея Луценко. Однажды перед ним стояла непростая задача – создать горные условия для тренировки, когда вокруг сплошная степь. Виктор Иванович придумал, как быть, а его воспитанник Леша из «Большой малышки» тогда впервые всех удивил. Одевал на них противогаз, они крутили на велосонках. Создавал им шланги такие дыхательные. Обычно у меня все дети со вторым шлангом уже задыхались. Он смотрю на втором шланге, дышит спокойно. Я ему третий поставил. Опять дышит. Я четвертый поставил ему. Смотрю, здесь начинал задыхаться. Это говорит о чем? Что это был ребенок талантливый. И наша задача тренера – найти талантливого, найти с головой дружище, найти воспитанного. А остальные качества уже мы даем, тренера. Поэтому Леша – это талантливый ребенок. Так же, как и Винокорох. Подготовкой велогонщиков в Петропавловске занимаются в нескольких школах Олимпийского резерва. Среди тех, кто влюблен в этот вид спорта, есть и девушки. Я смотрю на наших девочек. То есть у нас и Саркулова, и на Махабату Маджанова, и Фудинова Наталья. Как они для меня стимул, пример. Я смотрю на них, и мне тоже охота так. Однозначно у каждого велосипеда должно быть свое терпение. Мы должны терпеть любые погодные условия. Так как иногда гонки бывают, когда дождик идет. Мы все должны быть выносливыми. Выносливость и неуемное желание быть первым – это одни из главных секретов успеха спортсменов, считают тренеры, которые и сами когда-то смогли покорить не одну вершину. И не понаслышке знают, что такое вкус победы. Дургуль Ахметов, Толиген Иманов, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар, 24. Далее, между строк, и вот о чем расскажем после. Новый сезон АПЛ обещает быть жарким. Вслед за грандами среднячки лиги пополняются, став мировыми звездами. Борис против ЦСКА, Запад против Востока. Подопечные Юрия Михайлеса слетали в Москву. Обзор матчей и другие новости спорта через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дональд Трамп запретил тренинги по расовому разнообразию, гласит заголовок BBC. Президент США приказал государственным ведомствам прекратить упражняться в болезненной для американцев теме. Это, по его словам, антиамериканская пропаганда раскалывает общество. Согласно памятке, направленной в госучреждение, до сведения президента дошло, что на подобные тренинги направляются миллионы долларов налогоплательщиков, а в результате недовольство рабочего класса только растет. До этого американский лидер заявлял, что не верит в существование в США системного расизма. BBC отмечает, что памятка появилась на фоне длящихся несколько месяцев протестов против социальной несправедливости. Согласно двустраничному документу, всем ведомствам необходимо немедленно проверить контракты и иные расходы, направленные на любые тренинги по научному расизму, привилегии белых или любой другой учебной или пропагандистской работе, которая учит или предполагает, что США являются страной расизма или любая идея о расе является расистской или злой, говорится в статье. Неясно, что именно послужило поводом для появления этого документа. Известно, что подобные тренинги предлагает расположенный в Сиэтле Discovery Institute, который считается некоммерческим мозговым центром консерваторов, передает BBC. Британский принц Гарри и Меган Маркл подписали с американской развлекательной компанией Netflix «Многомиллионный контракт». Он позволит им создавать вдохновляющие детские программы и документальные фильмы. При этом супруги далеки от продюсирования. Британский журнал Spectator объясняет, что в этой новости возмущает больше всего. В начале статьи журналистка Джоана Уильямс подсчитывает расходы герцога и герцогини Сасекских, которые перестали исполнять обязанности членов королевской семьи, а значит, должны были придумать и самостоятельно платить за поместье в Калифорнии, за охрану этого поместья, а также за капитальные ремонты обустройства коттеджа «Фрогмор». Теперь это больше не тайна. Гарри и Меган будут получать от Netflix 3 миллиона 700 тысяч фунтов стерлингов за исключительные права, до полутора миллионов ежегодно в качестве аванса, а также плату за каждый конкретный реализованный проект, информирует BBC. В настоящее время в производство уже запущен документальный фильм о природе и анимационный сериал о женщинах, которые вдохновляют зрителей своим примером. Журналистка неприятно удивлена гигантским разрывом между высокопарной риторикой супругов и печальной реальностью. Джоанна Уильямс не понимает, за что люди, не имеющие продюсерского опыта, получили многомиллионный контракт от Netflix. Несмотря на все разговоры о необходимости дарить надежду и вдохновение, о необходимости воспитывать в себе стойкость, выясняется, что чтобы создать продюсерскую компанию, вам необходимо родиться в очень богатой семье или вступить в брак с членом такой семьи. Разочарованно подводит итог автор. Китайское издание Хуан Цюши Бао раскрывает волшебное лекарство от всех болезней, которое не требует никаких затрат и усилий. Важно только соблюдать дозировку. Этим чудесным лекарством является сон. Все знают о важности сна, но часто пренебрегают им. Тем временем его недостаток не только негативно влияет на общее самочувствие в течение дня, но и ухудшает работу иммунной системы, которая защищает нас от вирусных инфекций. И далее в статье издание перечисляет 10 преимуществ, которые может нам дать здоровый сон. Сон помогает восстановить и исцелить организм, снижает риск заболеваний, улучшает когнитивные функции, уменьшает стресс, поддерживает здоровый вес, укрепляет иммунитет, улучшает социальную жизнь, поддерживает психическое здоровье, снижает болевую чувствительность и повышает вероятность успеха, отмечает Хуан Цюши Бао. Почему в других людях мы видим себя? О теории зеркала рассказывает журналистка Люсиль Белан в издании Slate. Про эту теорию впервые заговорил Жак Лакан, французский психиатр и психоаналитик, родившийся в 1901 году. По мнению Лакана, выстраивание нашей идентичности происходит через улавливание себя в других. Согласно теории зеркала, многие люди воспринимают себя как отражение или проекции частей своей личности, которые им нравятся или не нравятся, поясняет автор статьи. Лакан называет эго воображаемым. Это выдуманный образ. Отражение себя в зеркале, а также и в других людях, встречающихся в школе, в парке, на работе, на улице, «Это не я, это иллюзия». Путать свое «я» со своей проекцией — это зло нашего века. В настоящее время в социальной сети Instagram размещены сотни тысяч селфи. Фотографии с изображением лица набирают на 38% больше лайков, пишет Slate. В социальных сетях, как и в теории зеркала, мы руководствуемся образом, отслеживаем и лайкаем тот образ, который является нашим собственным отражением. Люсиль Белан утверждает даже, что по этой же причине мы не отписываемся от раздражающих нас людей. На самом деле они являют собой недостатки нашей личности, отмечает журналистка и завершает статью философским размышлением. Действительно ли мы сегодня знаем, кто мы есть? Похоже, ответить на этот вопрос, основываясь на лакановском зеркале, становится все труднее. В эфире утренний информационный выпуск. Это не последняя пандемия. Глава Всемирной Организации Здравоохранения заявил, мир должен лучше подготовиться к следующей, потому как вспышки болезней являются частью жизни человека, и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса. Гибрисус отметил, что в последние годы многие страны пренебрегали сферой общественного здравоохранения, которая является основой в борьбе с ковид. ВОЗ подтвердили, что те страны, которые ранее сталкивались со вспышками кори, полимелита, лихорадки, эбола и других инфекций, оказались лучше подготовлены к волне нового коронавируса. Я призываю государства больше инвестировать в общественное здравоохранение. Это будет не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии – это факт жизни. И о ситуации с коронавирусом в мире. Общее число инфицированных в Испании преодолело отметку в полмиллиона. Так, за последние сутки в стране выявили свыше двух тысяч зараженных, сообщают в Минздраве. При этом с начала вспышки инфекции скончались почти 30 тысяч человек. Власти заявляют, что число новых случаев ковид связано с открытием школ. Школы сейчас открываются. Некоторые уже открылись, а другие откроются на следующей неделе. И нам нужно наблюдать за тем, как это влияет на эпидемиологическую ситуацию. Мы должны быть на чеку. Региональные правительства осведомлены о том, что может произойти вспышка вируса. Однако мы надеемся, что этого не произойдет. В Хорватии также начался новый учебный год. Школы и вузы по всей стране открыли свои двери для полумиллиона учеников и студентов, несмотря на новые вспышки коронавируса. Однако этот учебный год будет не таким, как раньше. Занятия будут проходить как онлайн, так и в оффлайн формате. При этом 80% школ выбрали традиционный подход в обучении. Учащиеся должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. К счастью, мы вернулись в школы сегодня. Мы надеемся, что сможем преподавать в школах как можно дольше. Никто не знает, как будет дальше, но я думаю, что мы готовы к любому сценарию. Тем временем метрополитен Нью-Дели возобновил работу спустя пять месяцев простоя. В поезда впускают только после проверки температуры и при наличии маски. В Индии в течение почти месяца регистрируют рекордный суточный прирост числа заболевших. Ранее страна поднялась на второе место в списке стран с самым большим количеством ковидных больных. Как минимум у 4 миллионов 200 тысяч индийцев обнаружена опасная инфекция. Несмотря на всплеск заражений, правительство Индии продолжает ослаблять ограничения в целях оживления экономики. Дональд Трамп пообещал удивить всех в конце октября, намекнув, что вакцина от коронавируса может появиться раньше назначенного срока. Такое заявление президент США сделал накануне, общаясь с журналистами. При этом он отметил, что в обычных условиях на ее разработку могло потребоваться 2, а то и 3 года. Впрочем, несмотря на рекордные сроки, вакцина, по мнению Трампа, будет эффективной и безопасной. Ранее глава Белого дома сообщал, что препарат от COVID-19, препарат находится на последних стадиях испытаний. В общей сложности американское правительство выделило в несколько научных проектов около 12 миллиардов долларов. Вакцина будет готова в рекордные сроки, может быть, даже в октябре. Многие могут лгать, говорить, что она опасна. Но вакцина будет безопасной и очень эффективной, и будет представлена очень скоро. Для вас это может стать большим сюрпризом. В центре Тель-Авива можно было наблюдать необычную картину. На одной из городских площадок активисты установили множество пустых стульев с розами и черно-белыми листочками. Они, по словам организаторов, символизируют 1019 человек, ставших жертвами коронавирусной инфекции. В начале мая глава правительства Бениамин Нетаньяху объявил об окончании эпидемии в Израиле. А спустя два месяца страна оказалась рекордсменом по числу больных ковид на миллион населения. Несмотря на вновь вводимые ограничения, люди считают работу властей в борьбе с вирусом недостаточной. Всего же в Израиле зарегистрировано больше 130 тысяч случаев заражения. В последние дни врачи ежедневно выявляют более трех тысяч новых инфицированных. Мы пришли сюда и поставили тысячу стульев, чтобы показать протест против той ситуации, в которой оказался народ Израиля. Больше тысячи наших соотечественников погибли во время пандемии. Сотни потеряли работу, у многих остаются долги. Мы призываем создать Следственный комитет, который будет заниматься расследованием причин, которые привели к этому кризису. В Судане из-за сильного наводнения объявлен режим чрезвычайного положения. Под водой уже оказалось больше 100 тысяч домов. Десятки человек стали жертвами стихии. Наводнение, вызванное сезонными проливными дождями, привело к тому, что в конце августа река Нил поднялась примерно на 17,5 метров. Это самый высокий уровень, которого она достигала за последние столетия. В стране также угрожает гуманитарный кризис, связанный с загрязнением свыше тысячи источников чистой воды, сообщили в ООН. При этом улучшение ситуации пока не предвидится. По прогнозам метеорологов, непрекращающиеся ливни в этой Восточно-Африканской республике продлятся как минимум до конца сентября. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают К этой минуте все. Напоминаю, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и мойте чаще руки. Берегите себя. До встречи. С вами был Арстам Балкин. Увидимся обязательно. Хорошего дня.